Приветствую всех! Новое видео у нас, новый аквариум. Это уже не аквариум, а полноценная система, которая будет запускаться. Габариты аквариума 100 на 55 на 55 сантиметров, 12 миллиметровое осветленное стекло в этом аквариуме. Он выглядит классненький. Боковая внутренняя шахта, черная пленка. Я в отражении, не знаю, уже 10 минут ходил кругами как снимать, не понимаю ничего у меня не получается. Шахта внутренняя боковая, три отверстия в шахте, вот так вот они выглядят, прикольненькие, классненькие. Гребенки съемные, это гребенка, это гребенка, боковинка пленкой закрыта. Вот так это выглядит. Шахта черный триплекс, это уже в принципе стандартное исполнение. Все мы так их делаем. Гидравлика у нас идет. Гидравлика она вот, она уже тоже собрана. Гидравлика под определенную тумбу, под расположение сампа. Возвратная магистраль, тут все уже проклеено, все что необходимо. Разбирается, что не должно разбираться, оно проклеено. Муфта разборная, сливы. Основной, аварийный, на основном сливе кран тонкой регулировки. И гибкие наши рукавчики, которые мне очень нравятся по высоте. Видно, он тут не влазит. Наполона. Ну, тут как раз подогнано все по высоте тумбы. Единственный момент, который может быть вот тут вот, между рукавом и трубой, тут есть запас. Его теоретически можно и не подрезать, но если вдруг нужно будет владельцу подрезать, то тут порядка 3-4 сантиметров запаса есть на подрезку. Специально всегда делаю с запасом, потому что обрезать трубу может каждая. Сию не хватит. Это будет гроздь печальная. Вот такая у нас гидравлика. Это вот, опять-таки, вот этот офигительно классный аквариум. Да, чего это я рассказываю про аквариум и про швы не сказал. Они, как всегда, бомбезно крутые. И наклеечка. Где еще найти такой аквариум с такой наклеечкой? Это ж только у нас. Вот так вот самп у нас. Эти трубы они будут соединять аквариум с сампом. Вот такая штука. Это уже стандартная наша конструкция. Габариты сампа 65 на 40 на 35 сантиметров. 4 отсека. Сливной отсек. Вода приходит сюда вниз. Ударяется в дно и поднимается наверх. Перетекает в промежуточный отсек. По низу сделан вырез. И по низу этого отсека вода попадает в отсек с пенником. Тут вот отсек под пенником. Он такой хороший, классный, большой и под пенником. Единственное, что еще не сделали, это ограничитель потока. Который посерединке тут будет делить на две части. Слив из этого отсека. Тут как владельцу понравится, не понравится, не знаю. Но решили сделать такую штучку. Как раз будем собирать обратную связь. И возвратный отсек. Наша помпа работает на максимум. Сейчас крутит двухтысячная помпа. Вроде как все хорошо и замечательно. И емкость долива. Габариты емкости 50. Прошу прощения, не 50. 40. Длина на 30. Ширина на 50. Высота. Такая вот емкость классная. Она будет располагаться. Емкость тоже подгоняли в ров. Не на 30, на 28, если мне память не изменяет. 40 на 28, на 50 высота. Это как раз все эти размеры подгоняли под то, чтобы, в свою очередь, это все поместилось в тумбе. Вот. Буквально уже на днях мы это все будем упаковывать и отправлять. Поедет вся эта системка. Будет упаковаться емкости сам. А аквариум будет отдельно. То бишь, на двух деревянных обрешетках будут ехать. Вот. Вот такая штука у нас получилась. И у нас новый каркасик тут появился. Ну, то есть, там лайкусиков наставите. Я вам в следующем видео расскажу, почему у нас все каркасы обычные такие, просто сваренные. А тут весь из себя такой классик. Покрашенный, такой замечательный каркас. Расскажу, зачем он нам нужен. Вот. Вот такая штука получилось. Спасибо вам за лайкусики, которые вы обязательно поставите. Классно же выглядит. Согласитесь. Не забываем подписываться. До встречи в новых видео. Всем удачи.